Ни одна история не будет полной без хорошего поцелуя, а хороший поцелуй, произошедший в подходящий момент, может стать ключевым в фильме. Это вдвойне касается прощальных поцелуев. Мы собрали для вас лучшие прощальные поцелуи в истории кино. Многие прощальные поцелуи в фильмах неизбежно имеют оттенок трагичности, а в Гладиаторе Ридли Скотта прощальный поцелуй крайне трагичен. В фильме испано-римский солдат Максимус верно служит римскому императору Марку Аврелию, который выбирает его своим наследником вместо собственного сына Коммода. Коммод решает убить своего отца до того, как решение станет официальным. Когда Максимус отказывается служить новому императору, Коммод арестовывает его. Однако Максимус вскоре сбегает и едет домой к жене и сыну. Но, приехав, он обнаруживает, что ферма разорена, а семья убита людьми Коммода. Максимус со слезами на глазах целует опаленные ноги своей жены, а затем падает в отчаянии. Его похищает работорговец, и здесь начинают разворачиваться события основной части фильма. Эта сцена, дополненная великолепным саундтреком Ханса Циммера и Лиза Джерард, делает фильм, наполненный эпичными боевыми сценами, ещё более эмоциональным. Это как бы напоминание зрителям о том, что за военной бронёй Максимуса скрывается простой человек, любящий жену и сына. Этот момент также подготавливает зрителей к потрясающему финалу фильма, в котором победоносный Максимус наконец воссоединяется со своей семьёй в загробном мире. Все знали, что путешествию на Титанике не суждено было закончиться хорошо. Однако, несмотря на это, трудно не проникнуться романтическими отношениями между светской барышней Роуз и бедным художником Джеком. Самый известный поцелуй Джека и Роуз происходит на носу корабля задолго до того, как начнёт приближаться катастрофа, однако он не является последним. Выяснить, какой из их поцелуев технически является их последним, на самом деле немного сложно. Очевидно, у Джека и Роуз было не так много времени на нежности, поскольку они пытались спастись с тонущего корабля. Позже, однако, после того, как Джек погибает в ледяных водах Атлантики, Роуз целует его замороженные руки в последний раз и обещает никогда не отпускать. – Я никогда не оставлю. Я обещаю. Затем Роуз отпускает Джека, однако она хранит память о нём. Во время финальной сцены фильма Джек и Роуз наконец воссоединяются на лестнице первого класса Титаника. Их окружают другие пассажиры, которые радуются, когда пара целуется в последний раз. Является ли это сном, или это происходит в загробном мире героини? Смысл этой сцены намеренно расплывчат, но наблюдения за воссоединением на веки вечные этих двух персонажей после 83 лет разлуки растопило даже самые ледяные сердца. Не все поцелуи происходят между влюбленными. Возьмем, к примеру, Тельму и Луизу, которые являются лучшими подругами в этом фильме. Луиза с Тельмой, которая хочет отдохнуть от властного и грубого мужа, отправляются в поездку на выходные, чтобы весело провести время. Однако все приходит к тому, что они убивают человека, который нападает на Тельму, сбегают, подбирают бродягу, грабят магазин и взрывают грузовик. Но лучший прощальный поцелуй в этом фильме происходит не между Тельмой и её новым возлюбленным бродягой Джей Ди и не между Луизой и её старым новым парнем. Припарковавшись у Большого каньона с кортежем полицейских позади, подруги решают пойти на самоубийство и отметить свои последние мгновения поцелуем. В отличие от многих поцелуев между женщинами в фильме, этот поцелуй не является непристойным и не разыгрывается для возбуждения мужской аудитории. Это лишь момент настоящей любви между двумя подругами. В комментарии к 20-летнему выпуску на Блу-Рэй Сьюзан Сарандон прокомментировала этот момент, сказав, «Я сказала Джинни, что собираюсь поцеловать её, но не думаю, что Ридли Скотт знал об этом» К счастью, поцелуй удался и родился прекрасный момент в истории кино. В Мулен Руж трагедия последнего поцелуя между бедным поэтом Кристианом и начинающей актрисой Сатин заключается в том, что он последовал за большой победой пары. Пара наконец избавилась от влияния герцога и представила свой яркий, дикий богемный мюзикл в лабеле Пок-Пари. Но из-за вступительной сцены, в которой изображен подавленный Кристиан, публика поняла, что случится что-то печальное. И к тому времени, когда близится грандиозный финал мюзикла, Сатин осознает, что у нее случился смертельный приступ чахотки. – Пойди, 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 пойди. Когда Кристиан осознает, что происходит, он обнимает её, нежно целует, а она умоляет его рассказать их историю. Финальная сцена объединяет фантастическую стилизацию Мулин Руш с чувством душераздирающей аутентичной человеческой драмы. Сценарист и режиссер Бас Лурман сказал Guardian, «Речь идет о переходе юношеского идеализма к осознанию того, что есть вещи, которые вы не можете преодолеть. Смерть людей – невозможность некоторых отношений, и это вас разрушает» Любители театра скажут вам, что Уильям Шекспир описал прощальный поцелуй героев еще в конце 16 века. Но спустя около 400 лет мастер стилистической драмы Бас Лурман решил по-новому взглянуть на произведение Шекспира, создав фильм Ромео плюс Джульетта. Шекспировские идеологи остались, но мечи превратились в ружья, костюмы были обновлены, а Аквариум, помимо всего прочего, сыграл немаловажную роль в милой встрече культовой пары. Шекспир внезапно приобрел новую популярность в 90-е, во многом благодаря Леонардо Декабрио и Клэр Дэйнс, которые дали новую жизнь культовым влюбленным, а потом, конечно же, их жестоко убили. Версия концовки от Cliff Notes заключается в том, что Ромео, полагая, что Джульетта мертва, приходит к её могиле, намереваясь убить себя. Джульетта, которая на самом деле находилась под наркозом, просыпается в тот момент, когда он принимает смертельный яд. – Я покажу твои лица. Я покажу, что у меня есть пистолет в яд. Затем Джульетта направляет пистолет Ромео на себя. Этот трагический момент превращает любовь в смертельное оружие, поскольку запретная любовь пары в конечном итоге привела к их гибели. Сюжет фильма Влюблённый Шекспир во многом отличается от оригинальной истории. Также в фильме проскальзывают и шуточные изречения. Однако история любви, лежащая в основе повествования, кажется абсолютно неизменной. Богатая Виола не может выступать на лондонской сцене из-за её социального статуса и пола. Поэтому она переодевается в мужчину и получает главную роль в новой пьесе какого-то посредственного драматурга по имени Уильям Шекспир. Пьеса называется Ромео и Этель, дочь пирата. Шекспир вскоре влюбляется в Виолу, и у них начинается роман после того, как Шекспир выясняет, что его главный актер и его возлюбленная – одно и то же лицо. Он даже начинает писать пьесу под названием Ромео и Джульетта, которая основана на их отношениях. Но эти злосчастные возлюбленные обречены с самого начала. Виола обручена со злым лордом Уэссексом, и они планируют переехать в Вирджинию. Несмотря на свадьбу, Виола после церемонии спешит обратно в театр. В силу различных обстоятельств Шекспир и Виола в конечном итоге играют Ромео и Джульетту. Но когда спектакль заканчивается, под бурные аплодисменты, им приходится прощаться. Виола целует Уилла ещё раз и уходит, не оглядываясь. Это разрушительное, неизбежное прощание. Двое возлюбленных не получают того, чего хотят, но это кажется уместным, поскольку соответствует оригинальной истории. Для такой потрясающей истории любви в этом фильме не так много сцен поцелуев. Но даже эти несколько сцен действительно достаточно значимы. Ада – изысканная дама из Чарльстона, которая влюбляется в молчаливого и отважного деревенского парня Иннмана, когда девушка с отцом переезжает в Холодную гору в Северной Каролине. В 1861 году Иннман отправляется сражаться за Конфедератов на Гражданскую войну. Перед его уходом влюбленные страстно целуются, а следующие три года проводят в разлуке, имея возможность общаться друг с другом только с помощью писем. После ожесточенного боя Иннман бросает армию и отправляется в дальнюю дорогу домой. Эти двое, в конце концов, встречаются, но на следующий день Иннман вступает в перестрелку. Он убивает человека, но сам получает смертельное ранение. Ада держит его, когда он умирает, целует его в лоб и утешает. К тому времени, когда происходит последний поцелуй Иннмана и Ады, вы увидите, что они оба прошли через столько всего, чтобы воссоединиться, что кажется невероятно несправедливым, что они не получают счастливого конца. К сожалению, их слополучный роман является историческим примером влюбленных, обреченных войной и человеческой жестокостью. Не у многих подростков есть лучший друг-призрак, но в Каспере 1995 года Кэт привыкла к сверхъестественному, благодаря тому, что её отец исследует паранормальное явление. Она встречает призрака Каспера, когда с отцом переезжает в родовое поместье Уипстав. И, пускай их первая встреча немного нелепая, Каспер покоряет Кэт и её отца Джеймса. Но это ещё не всё – Каспер влюбился в Кэт ещё до их первой встречи, когда увидел новостной репортаж о работе Джеймса. К сожалению, факт того, что это существо мертво, наносит серьезный удар по потенциальному роману героев. В подвале Кэт и Каспер обнаруживают машину Лазаря, которую отец Каспера создал, чтобы вернуть своего сына к жизни. Но формулы достаточно только для превращения одного призрака в человека, и когда Джеймс умирает в результате несчастного случая, Каспер жертвует своим шансом воскрешения, чтобы Кэт не пришлось терять отца. В качестве благодарности мама Кэт возвращается из загробного мира и делает Каспера человеком, но только на одну ночь Хэллоуина. Каспер танцует с Кэт, и они целуются. Затем он возвращается в свою призрачную форму. Это мило, грустно и немного забавно. Что ещё можно ожидать от последнего поцелуя? Самый сексуальный поцелуй в Привидении 1990 года, очевидно, происходит во время сцены в кончарной мастерской. Но последний поцелуй между Молли, которую сыграла Дэми Мур, и Сэмом, которого сыграл Патрик Суэйзи, безусловно, является наиболее эмоциональным в фильме и, кстати, возможно, одним из величайших за всю историю кино. Убитый грабителем Сэм становится привидением – отсюда появилось и название фильма. И, несмотря на то, что он может видеть свою девушку Молли, она не знает этого. Затем Сэм случайно сталкивается с шарлатанкой, представившейся экстрасенсом, Одой Мэй, которая действительно способна слышать и видеть его. Одо Мэй пытается убедить Молли, что она общается с Сэмом, но убитая горем Молли настроена скептически. Тем временем Сэм учится перемещать физические объекты с помощью своей призрачной энергии и, в конце концов, спасает Оду Мэй и Молли от человека, который его убил. Внезапно Молли понимает, что тоже может видеть и слышать Сэма. Он осознает, что теперь, когда он её спас и отомстил за собственную смерть, он должен отправиться в загробный мир. Сэм и Молли целуются на прощание. – Это потрясающе, Молли. Сэм и Мур действительно смогли сделать этот последний поцелуй сладко-горьким. На самом деле, именно во время прослушивания Сэм для этой сцены ранее скептически настроенные режиссеры решили выбрать его. А Мур в этой сцене прекрасно показала гармонию откровенного замешательства, радости и печали своего персонажа. Кстати, именно эта причина и делает Привидение самым значительным фильмом 1990 года. Если бы существовал зал славы поцелуев в фильмах, дневник памяти точно оказался бы в нем благодаря одной сцене. Рабочие лесопилки Ной и богатая наследница Элли бросают вызов попыткам её семьи разлучить их и торжествующе воссоединяются в страстном поцелуе посреди летнего ливня. Этот момент принес Райану Гослингу и Рэйчел МакАдамс желанную кинопремию MTV за лучший поцелуй в 2005 году, а сам поцелуй сразу же вошел в историю кино. Однако последний поцелуй Ноя и Элли – самый впечатляющий. Вместе состарившись и заболев различными болезнями они попадают в одну больницу. Элли, которая едва помнит Ноя, находится в отделении психических расстройств, а Ной находится в отделении для пациентов, перенесших сердечный приступ. Однако Ной пробирается в комнату Элли, и она на мгновение узнает его. После того, как возлюбленные решают, что хотят умереть вместе, они целуются в последний раз. Поцелуй под дождем несет всю страсть юного Романа, но последний поцелуй демонстрирует настоящую любовь и осознание того, что пара действительно выполнила свое обещание любить друг друга до конца, несмотря ни на что. Джеймсу Бонду везет в страсти, но никогда не везет в любви. Однако в Казино Рояль 2006 года оказалось, что шпион Плейбой наконец-то встретил подходящую женщину, как в романтическом, так и в профессиональном плане. Ею оказалась Вэспер Линд. – Так, как вы, мистер Бонд, я буду держать внимание на гражданской гражданской границей, и оттуда у вас полностью созданная семья. В фильме представлено много разного, с чем пришлось столкнуться героям – подпольные организации, жуткие злодеи, зрелищная сцена пыток, но влюбленные получают награду в качестве романтического отдыха в Венеции. Бонд даже планирует уйти из Ми-6 до того, как узнает, что Вэспер предала его, украв деньги, которые Бонд выиграл в игре в покер с высокими ставками, для людей, которые удерживали в заложниках её бывшего возлюбленного. Когда сделка срывается, Вэспер попадает в плен, но Бонду удается проникнуть в здание. Но когда здание, в котором они находятся, начинает тонуть, Вэспер забирается в лифт и отказывается, чтобы Бонд спас её. В конце концов, ему удается вытащить её, но его поцелуй является прощальным. В фильмах о Бонде в последние годы встречается много поцелуев, но именно этот поцелуй особенный. Прощание Бонда с единственной женщиной, которую он по-настоящему любил, находит отклик в сердцах зрителей и задает настроение оставшейся части фильма. Диана Принц, также известная как Чудо-женщина, никогда не целовалась с мужчинами на момент первой встречи с американским капитаном Стивом Тревором. Но эта невероятная пара всё же по-настоящему романтично поцеловалась в последний раз до того, как героиня снова отправится выполнять свою миссию. После того, как Чудо-женщина промаршировала по ничьей земле в 1917 году и освободила деревню Вэльт, начинается праздник. Стив предлагает научить её танцевать, как это делают люди. – Ты очень близок. – Это все. – Но, несмотря на искру между ними, ни Стив, ни Диана не могут представить себе совместную жизнь обычных людей. Они едут в гостиничный номер в деревне и нервно целуются, и это всё, что видят зрители. К сожалению для Дианы начинается война, и Стив в конечном итоге оставляет её посреди битвы, с признанием любви, но без прощального поцелуя. Если вы относитесь к тем людям, которые получают удовольствие от просмотра медленного, болезненного завершения никогда не подающих надежды взаимоотношений, которые долгое время подвергались испытаниям, то фильм Валентинка для вас. Синди и Дин влюбляются со второго взгляда. Она учится на медицинском факультете, а он является доставщиком мебели. Когда Синди узнает, что беременна от бывшего парня, они с Дином женятся. Пять лет спустя их отношения рушатся из-за его пьянства, их общих проблем с деньгами и её отчаяния. Несмотря на все попытки спасти отношения, дальше дела идут только хуже. В конце концов Синди говорит Дину, что они должны расстаться, однако он пытается убедить её, что они должны остаться вместе. Он подходит к Синди, которая в его руках сильно напряжена, обнимает и целует ей голову. Физическое противоречие его объятий и её напряженности отражает простой и печальный факт того, что они больше не подходят друг к другу эмоционально. То, что когда-то было жестом любви, становится тяжелым прощанием, и заключительные моменты сцены, показанные вперемешку с кадрами со дня их свадьбы, показывают, насколько далеко они ушли от самих себя, юных и полных надежд. Влюбленные в короткой встрече 1945 года в основном передают свою поразительную химию через что угодно, кроме поцелуев. Поэтому, когда они наконец-то целуются, действительно разлетаются искры. Лора, скучающая домохозяйка, замужем за добрым, но скучным мужчиной обитает в Англии 40-х годов. Её событием недели является поездка в соседний город Милфорд. Однажды, стоя на станции Милфорд, она встречает очаровательного доктора Алика, который также женат и имеет детей. Случайно встретившись во второй раз, они начинают тайные отношения. В конце концов, после нескольких потенциально опасных ситуаций, пара решает, что не может продолжать роман и проводит вместе последний день. Душераздирающим является то, что они даже не прощаются наедине. На их последней встрече их прерывает один из друзей Лоры. Алик должен уйти, чтобы успеть на поезд, и всё, что он делает, сжимает плечо Лоры. Последний поцелуй в фильме происходит раньше, когда их также прерывает друг. Этот поцелуй был достаточно смелым шагом со стороны создателей фильма. Фильм посчитали настолько скандальным из-за демонстрации супружеской измены, что его запретили в Ирландии. Сегодня, как мы знаем, к показу таких вещей относятся более свободно. Однако в то время даже показ супружеских поцелуев возбранялся, не говоря уже о поцелуе любовников. Именно поэтому поцелуй в этом фильме действительно впечатляющий, поскольку является смелым выражением страсти вопреки запретам. Если и существует фильм, который лучше всего описывает бремя запретной любви, то это Касабланка. Вечно недовольный американец Рик Блейн живет в Касабланке во время Второй мировой войны, стараясь не привлекать к себе внимания. Однажды его бывшая возлюбленная Ильза Лунд входит в его бар в сопровождении своего мужа, руководителя чешского движения Сопротивления, Виктора Ласла. Рик не видел Ильзу с прошлого лета, когда они влюбились друг в друга в Париже. Затем она внезапно бросила его. Теперь Лунд и Ласло пытаются добраться до Америки, чтобы спастись от нацистов, а у Рика есть документы на выезд, которые им нужны. Снова став влюбленной парой, Ильза и Рик планируют использовать бумаги, чтобы уехать вместе. Но Рик передумывает и отправляет Ласло и Ильзу на самолет, зная, что Ласло нужна Ильза для продолжения его важной работы. Многие думают, что последний поцелуй Рика и Ильзы происходит в аэропорту, но если бы это было так, влюбленные были бы развлечены Виктором. Поцелуй на самом деле происходит в квартире Рика накануне вечером, когда Ильза наконец признается ему в любви. Затем Ильза и Рик наконец осуществляют то, что давно хотели сделать. И этот идеально снятый, с прекрасным звуковым сопровождением поцелуй неизбежно становится их последним. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!